С первого дня нового года в Казахстане сбор при первичной регистрации автомобилей проводят по-новому. При этом не важно, где провел автомобиль время до регистрации – за границей или в автосалоне. Если машине уже больше года, за нее придется дополнительно заплатить 50 минимальных расчетных показателей. Выходит, что все автомобили, выпущенные в 2015 году, уже подпадают под новую плату за первичную регистрацию. Владельцы транспортных средств, которые приобретают транспортные средства до одного года, а на сегодняшний день они выходят с 2016 года выпуска машины, они оплачивают ставку 0,25 мрп, то есть 530 тенге. Машины от одного до трех лет, это у нас выходит с 2015-2014 года, они платят у нас 50 мрп, это 106 тысяч у нас платят они. И от 2013 года свыше трех лет они платят у нас 500 мрп, это миллион 60 тысяч тенге. Стоит отметить, что сбор за первичную регистрацию касается всех видов транспорта – легкового, грузового и пассажирского. Кстати, грузовики, возраст которых более пяти лет, смогут быть зарегистрированы только после оплаты сбора. Размер – 2500 мрп, то есть более 5 миллионов тенге. Несмотря на такие цифры, говорят в автомобильных салонах Кустаная, объемы продаж не упали. А по некоторым моделям в ценовом диапазоне от 2 до 5 миллионов тенге даже немного выросли. Отчасти, говорят эксперты, влияет на это и новость о грядущем введении утилизационного сбора. То есть к уже имеющемуся сбору за первичную регистрацию автомобилей скоро добавят еще и его. Так, например, купив в России самую популярную на стране Toyota Camry с мотором объема 2,5 куба, при постановке на учет в Казахстане придется заплатить еще 500 мрп. Напомним, это более 1 миллиона тенге. А за автомобиль с двигателем более 3 тысяч кубов придется заплатить уже чуть больше 2 миллионов тенге. Мы этим оперируем в первую очередь при продаже, потому что на самом деле, если сейчас подпишут утилизационный сбор, это будет еще одно такое мини-потрясение для тех людей, кто хочет прикупить автомобиль, потому что по прогнозам цена автомобиля поднимется в среднем 400-500 тысяч тенге. Это, конечно, будет значимо, тем более для того ценового диапазона, который приобретают люди сейчас. Покупателям поддержанных автомобилей, которые уже были зарегистрированы в Казахстане на 1 января 2016 года, опасаться нечего. Сбор касается только машин, которые будут проходить первичную регистрацию. Алексей Басарнов, Диар Ахмечин и Ярослава Богатырева, РТН.